Приветствую вас, если честно, если честно, мне кажется, что, ну, вы не сможете, просто, вот, вы просто не сможете праздновать день рождения своего мужа, да, вы не сможете этого сделать. Потому что очевидно, что вас это травмирует, очевидно, что вам тяжело очень сильно, очевидно, что вы переживаете, очевидно, что вам плохо, и я не думаю, что вы сможете праздновать день рождения. Я думаю, что ваш муж, если он, как вы говорите, ценит вас, любит вас, я думаю, что он понимает это. Я думаю, что он это понимает, я думаю, что для него это не, ну, как бы, не новость, то, что вы не хотите праздновать. Вот. Поэтому мне кажется, что бессмысленно, бессмысленно играть в какую-то, знаете, игру, да, бессмысленно играть в игру, бессмысленно пытаться обмануть и себя, и его, вы не хотите, вам больно, вам тяжело, поэтому я думаю, что день рождения праздновать вас не получится. А вот искренности, в искренности, точнее, проиграть вы можете очень даже сильно. Вот. Поэтому, мне так кажется, что имеет смысл вам подумать именно вот, ну, именно в направлении того, чтобы увеличить, усилить, аааа. какую-то искренность между вами, да, какую-то, может быть, доверительность между вами, чтобы было понятно, допустим, что чувствуете вы, допустим, что чувствует машина ваш. Вот. И чтобы не было такого, что вот вам приходилось бы обманывать, ну, человека, да, и говорить о том, что... Говорить и делать, ааа, то, что вам, к примеру, не хочется. Вот. Так что здесь вам, эээ, я бы рекомендовал ориентироваться исключительно на себя, на свои эмоции, на свои чувства, да. То есть, если, если вам не хочется праздновать ничего, ну, значит, что ж, значит, и, ну, в таком случае и не нужно этого делать, там ничего хорошего не получится все равно. Ну, вот. Это первое. Второе, значит, что хочу вам обратить, эээ, внимание. На что хочу обратить я ваше внимание? Я хочу обратить ваше внимание на то, что вы говорите о разрушении вашей жизни, о разрушении вашей жизни мужем в результате того, что человек вам изменил. Я не буду, эээ, давать какую-то оценку с того, что, тому, что он сделал, да, с самого, эээ, понятно, что тяжело, понятно, что это болезненно, понятно, что вы до сих пор не опережили этот момент, это, безусловно, понятно. Речь идет о том, что это не случилось внезапно. То есть, речь идет о том, что это не произошло вдруг. Речь идет о том, что у вас с мужем отношения начали портиться задолго до его измены, как я понял, и вы никак не раскрываете, эээ, того, как вы пытались отношения сохранить. То есть, я вот, если честно, вообще не понял, как вы их сохраняли, то есть, вы говорили, вы пишете, что я пыталась отношения сохранить, но как вы пытались сохранить отношения? Что вы делали для того, чтобы сохранить отношения? Я, если честно, вот, вообще не понял, вот, вообще, совсем не понял. Что вы делали? Что вы предпринимали? Какие были вами действия совершены для этого? Не совсем понятно. Если муж искал, ээ, поводы для ссор, значит, он хотел от вас отдалиться. И, на что рассчитывали вы в этой ситуации, ну, для меня несколько загадка. То есть, я бы хотел, вот, как-то, этот, этот момент, возможно, прояснить. О, там, что, ну, это важно. Эээ, вот вы говорите, что в прошлом году мой муть очень изменился и стал ко мне очень плохо относиться, унижаться, оскорблять, выгонять к родителям. Объяснилось тем, что я ему надоело и больше меня не любят. Ну, здесь, по сути, ээ, человек вам прямым текстом, просто прямым текстом, говорит, что вы ему надоели. Человек прямым текстом, ээ, доносит до вас, что вы ему не интересны. Человек прямым текстом объясняет вам, что не хочет с вами, эээ, ну, взаимодействовать. Вот. Вы на это реагируете. Как? Как вы на это реагируете? Ну, вот. Вы на это реагируете. Так, что я пытался отношения сохранить, говорите вы. То есть, что делает муж в отношении вас? Понятно, что он делает в отношении вас. Что делаете вы, пытаясь сохранить отношения. Не очень понятно. Как можно сохранять отношения с человеком, который вас оскорбляет, унижает, выгоняясь к родителям, а ведь по сути, когда он это делает, и вы не реагируете. С человеком это воспринимается как обесценивание. То есть, вы по сути берете и обесцениваете себя. Опять же, я вас сейчас не обвиняю. Я не пытаюсь вас обвинить. Я просто хочу, чтобы вы постарались понять этот момент, чтобы вы постарались увидеть его, увидеть то, что я вам говорю. Что ситуация начала портиться раньше. Дальше. Так, я пытался сохранить наши отношения. Как? Непонятно. У мужа серьезная работа, постоянно на работе без выходных с утра, давно еще работал в ресторанах. А как же вы живете тогда, если у мужа такая работа? Так, значит, я часто у него бывала, всех работников знала, как и они меня. Опять же, не очень понятно, в каком контексте вы бывали. Близился к день рождения мужа, я понимал, что выходного у него не будет, не будет как оправдывать, да еще с его постоянными упреками не очень этого и хотелось. Не очень-то и хотелось. Ну, тут, опять же, некая противоречивость есть, да? С одной стороны, вы говорите, что у вас есть какие-то проблемы, явно. С другой стороны, да, с одной стороны вот так, с другой стороны, с другой стороны, если вот другую ситуацию брать, да, то вы хотите что-то сделать. Вот, для, ну, для человека. Вот, вы хотите, хотите что-то, что-то именно, и именно что-то сделать. Для, для него. Вот. Мне кажется, что этот момент, также надо бы обязательно поисследовать, потому что, это противоречие, это противоречие. И оно делает вашу позицию, ну, неустойчиво. Мы договорились, что я поеду на несколько дней домой, подарок я ему оставил дома. В ДР я ему позвонил и поздравил, услышал в трубке многих служебных голосов, сказал, что официантки его поздравляют. То есть, тут вы имеете ввиду, что вот вы оставили ему подарок, то есть, вы сделали всё, чтобы он день рождения своё провёл хорошо, я так понимаю. Вот. А он, соответственно, получается, не оценирую, получается, он не оценирую того, что вы для него сделали. Вот. Вот. Ну, как я, опять же, это вижу здесь. Вот. Могу, конечно, ошибаться, но я вижу этот, этот момент, эээ, вот так. Тут, опять же, контекст. Какой? Какой? И делали ли вы это всё для себя, или делали ли вы это всё для него? То есть, это тоже очень важный, на самом деле, момент, потому что, если вы это делали всё для себя, чтобы отношения сохранить, потому что вы этого хотите. Это одно, а если вы всё это делали для него, то это немножко другое всё-таки, на мой взгляд. Дальше идём. Так. Так, эээ, надежно, как отношения ухудшались, он кричал на меня на ровном месте, и искал поводы для ссор. Ну, опять же, вот не совсем понятно, да, что вы делали для того, чтобы ситуация как-то выровнялась. и делали ли вы вообще что-то для Эппла, чтобы ситуация выровняла, потому что, ну, вот, пока всё, не очень понятен этот момент, пока же, опять же. Дальше идём. Так, путём нескольких месяцев мне был такой звонок от его любовницы, так, который поговорил, наверное, с казанским мужем, но так, потом признался, я спросил, когда случилось. Так, значит, положил на моё место спать, жил двойной жизнью полгода, мы на время расстались, так, вы расстались, я его очень любила, простить, конечно же, не смогла. Мне кажется, здесь, опять же, есть некоторая противоречия, потому что, конечно же, говорите вы, я его любила, но простить не смогла. То есть, вы меня извините, конечно, но если вы человека любите, то вы его принимаете. А принятие это и есть, собственно говоря, любовь. То есть, тут вот, я бы сказал, есть несколько, опять же, противоречивое утверждение. Кроме того, хочется спросить, почему, конечно же, почему, конечно же. То есть, такое ощущение, опять же, что само собой разумеющееся то, что вы его не простили. И я вас вроде бы понимаю, с одной стороны, я понимаю, почему вы его не простили, почему вам тяжело было его простить. Вот, но совершенно очевидно, что тут вас это очень задело. И, как сказала моя коллега, с травмой нужно работать. Так, было трудно без него, решили попробовать снова. Ну вот, то есть, знаете, вам, вам, вам было без него трудно, и поэтому вы решили попробовать. То есть, вы решили попробовать не потому, что вы его, к примере, к примеру, простили, а вы решили попробовать именно потому, что вам, ну, вам было тяжело без него. Вот, ну, мне кажется, что этот момент тоже нужно поисследовать, потому что, если вам тяжело было, если вы не справлялись, то это говорит о определенных ваших личностных проблемах. Без него, если вам было тяжело, это говорит о ваших личностных проблемах. Если речь идет о, к примеру, о том, что вы чувствовали к нему, то это немножечко другая история. Уже. Вот. Дальше. Так, значит, решили попробовать с ним, больше не общался. Решили попробовать снова что? То есть, вы как-то усвоили этот опыт, вы о чем-то договорились, вы к чему-то пришли, и что вы решили попробовать? Сейчас он меня любит, ухаживает, ценит, пытается следовательно помогать, не поддерживает. Нет. Ну, тут опять же есть какой-то момент, понимаете. Что значит сейчас? Он меня любит. Он либо вас любил раньше, либо он вас не любил раньше, и не любит сейчас. Значит, вот получается так, что, ну, вы как будто говорите, что вот он, после измен, он меня полюбил. Ну, я не могу принять то, что вы говорите, потому что он не мог начать вас любить, он не мог начать лучше к вам относиться, он не мог этого сделать. Человек либо любит, либо нет. А тут же получается так, что вот, после измены на чувстве вины, да, он начал к вам лучше относиться. Вот. Опять же, не совсем ясно, решилась ли проблема, ну, его отношение к вам, да? То есть, решились ли ваши трудности, с которыми вы сталкивались ранее, например. Потому что, если они не решились эти трудности, которые у вас были раньше, то это означает, что и проблемы не решены соответственно тоже. Вот. Поэтому тут тоже непонятно. Вот. То, что день рождения его близится, и то, что вам не хочется его поздравлять, да, это, конечно, понятно. То, что у вас это вызывает негативные эмоции, да, из-за, вот, ну, из-за воспоминаний. Это ясно тоже. Вот. Но ответственность за это висит на вас, и, возможно, сама тема измены не проработана, сама тема измены не проработана до конца. В этот момент тоже исключать нельзя, вот. Поэтому здесь такая история. Крайне всё неоднозначно. Дальше, так, я не знаю, как себя вести, пишите вы, как себя вести, чтобы что, чтобы что, цель какая. Помню, как было больно и как не хотелось жить, но это травма. Тут как бы нужно это всё прожить, вы не прожили до конца, не отпустили. Вот, если вы говорите, что он разрушил жизнь мою и нашу жизнь, но это говорит о вашей чрезмерной зависимости от него, которую вы подтверждаете, когда говорите, что без него вам было очень тяжело. Вот, в этом году я должна купить ему подарок, праздновать и усилиться, ни в чём не бывало. Слушайте, ну, если вы решили попробовать снова, то вы приняли, а по идее вы приняли его, вы приняли то, что было, вы взяли на себя ответственность, в том числе свою за то, что произошло, потому что ваш вклад в это есть. Вот, и в этом смысле, да. То есть тот факт, что вы готовы, что вы решили попробовать снова, как бы да, говорит о том, что праздновать и веселиться нужно. Ну, вот, потому что если вы решили жить дальше, то это ваш выбор совместный, вот. В этом году так, или лучше с ним поговорить и не праздновать вообще. Ну, если есть что сказать, скажите, конечно, но поговорить нужно не в день рождения, а вообще. Просто поговорить в любом случае нужно, потому что вас особенно беспокоят. Поговорить с ним, поговорить с психологом, поговорить, эээ, ну, обоим, вдвоём, кхм, вместе с психологом, вот. А праздновать или нет, вы можете решить сами. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Обратите, пожалуйста, внимание на то, ещё раз, почему ваша жизнь именно оказалась разрушенной мужем. Обратите внимание, почему вам было трудно без него. Обратите внимание на то, ради чего вы с ним сошлись. Обратите внимание на то, что вы вкладываете в понимание попробовать снова. Обратите внимание на то, как вы отнеслись к своему прошлому опыту в контексте отношений. Обратите внимание, что мотивирует мужчиной сейчас вести себя с вами по-другому. Как это вписывается в его работу. То есть, понимаете, нужно сделать анализ ваших отношений. Потому что измена, это просто свидетельствует того, что у вас в отношениях проблемы. И работать нужно с этим. Понимаете, какая штука. Решив проблемы, вы можете быть уверены, что ситуация не повторится. Всего вам доброго.